Здравствуйте! Рассмотрим еще несколько пределов при х, стремящемся к плюс или минус бесконечности. И первым мы попробуем найти предел вот такой громоздкой функции. 9х в седьмой степени минус 17х в шестой степени плюс 15 умножить на корень квадратный из х. И все это делится на 3х в седьмой степени плюс 1000х в пятой степени минус логарифм х по основанию 2. Итак, что произойдет, если х будет принимать очень большие значения? Для этого нужно определить, какие члены будут доминирующими. В числителе 3 члена. Но быстрее всех будет расти значение первого члена 9х в седьмой степени. Значит, в числителе доминирующий член – это 9х в седьмой степени. В знаменателе быстрее всего будет расти член 3х в седьмой степени. Быстрее, чем 1000х в пятой степени, и однозначно быстрее логарифма х по основанию 2. Таким образом, когда х стремится к бесконечности, функция приблизительно равна 9х в седьмой степени делить на 3х в седьмой степени. И поскольку х принимает значения, которые все ближе и ближе к бесконечности, то мы можем сказать, что этот предел равен пределу 9х в седьмой степени делить на 3х в седьмой степени при х, стремящемся к бесконечности. А это, в свою очередь, равно пределу при х, стремящемся к бесконечности. Мы можем сократить х в седьмой степени в числителе и знаменателе, в результате останется 9 третих, или просто 3. Значит, этот предел будет равен 3. Это предел вот этой функции при х, стремящемся к бесконечности. То же самое проделаем и для этой функции. Хотя здесь х стремится к минус бесконечности, но принцип тот же. Какие члены доминируют, когда модуль х становится все больше и больше? В числителе это 3х в кубе, а в знаменателе это 6х в четвертой степени. Значит, это то же самое, что и предел 3х в кубе делить на 6х в четвертой степени, при х, стремящемся к минус бесконечности. Если мы упростим это выражение, то в итоге получим предел 1 вторая х при х, стремящемся к минус бесконечности. А чему равен этот предел? Если х будет отрицательным числом, модуль которого равен большому значению, то тогда мы получим 1, деленную на очень большое число со знаком минус, а это почти что равно 0. Значит, горизонтальной асимптотой в этом случае будет прямая у равен 0, то есть ось х. И я советую вам для себя построить график или подставить несколько значений вместо х, чтобы окончательно убедиться в правильности ответов. Самое главное при вычислении такого рода пределов – определить доминирующие члены, упростить функцию. Переходим к следующему пределу. Чему равен предел этой функции при х, стремящемся к бесконечности? Опять-таки мы спрашиваем себя, какие члены доминируют над всеми остальными. В числителе – это 4х в четвертой степени, а в знаменателе – это 250х в кубе. Это члены с наивысшими показателями степени. Значит, это то же самое, что и предел. 4х в четвертой степени делить на 250х в кубе. А это равно пределу. 4 разделить на 250. И если мы разделим х в четвертой степени на х в кубе, то получим х. Значит, 4 делить на 250 умножить на х при х, стремящемся к бесконечности. Или же это будет 4 делить на 250 умножить на предел х при х, стремящемся к бесконечности. А как вы думаете, чему равен предел х при х, стремящемся к бесконечности? Он равен бесконечности. В итоге получается 4 делить на 250 умножить на бесконечность. Таким образом, предел этой функции при х, стремящемся к бесконечности, равен бесконечности. В данном случае нет какого-то конкретного значения, к которому стремится функция. Можно было это понять еще в самом начале. В числителе наивысшая степень х – это четвертая степень, а в знаменателе – третья. Следовательно, значение в числителе будет расти намного быстрее, чем значение в знаменателе. А значит, функция будет стремиться к бесконечности. Если же наивысшая степень переменной в числителе меньше, чем в знаменателе, то тогда наоборот, значение в знаменателе будет расти намного быстрее, чем значение в числителе. Следовательно, функция будет стремиться к нулю. Надеюсь, все было понятно. До скорых встреч!